через из магазина купил и показывал вот тогда стоит 100 рублей вот косточки выплюнул и в ведро а вы скажете а железо может и нам продать такую знаете мне был один случай мне уже несколько лет не было ни в этом случае не доверия ведь как это важно что тебе верят не один говорит я вышел вам предоплату а вы мне обманете и не денег и это или косточек уже несколько лет а до этого было люди обманывают всюду я и вот вспомню какие способы изобретала женщина чтобы и предоплату не платить и чтобы все-таки получить и несколько этапов вы мне я вам деньги участвую мне еще часть вот даже это было сейчас такого нет вот как мне можно верить не верить я привык краса богом почему в таком мире живем понимаете вот я хочу что клянуть бога и сейчас клянусь вы никогда от меня не получите вот эти кучки которые взойдут и умрут почему я на том свете был только эту тему как в одном фильме я все это рассказал где этот фильм я потом надо как-то вас научить когда на границе жизни и смерти можно задержаться этом свете нужно знать некоторые эти нюансы но опять мы не сегодня и фильм-то был хороший где его найти то я не умею дважды рассказывать но все во всяком случае если вы мне верите то естественно эти кусочки в ведре вот потому что для меня возможность оказаться в райском саду важнее чем продать вам эти большие косточки я хочу работать в райском саду я туда попаду у меня есть причины верить тому я прошел через это прошел через реанимацию а вот это вот косточки вроде вот для чего их показывают а их живут птицы как-то их хотят то что мне досталось пока выглядит вот так потом подхожу собираю уже по этим часть мне птицы вносит часть отдают но видимо кто-то за нас решает вот эта вот фотография она сделана на 40 градусов жаре 23 видите сегодня 27 4 дня назад дикая жара пекло я на бетоне разложил они мне высохли за несколько часов но потом банку и холодильник вот почему на солнце значит меня подводит память я обычно запоминаю наизусть такие вещи кажется все-таки трофим лысенко тот самый академик а может быть кто-то из вас вот но там было сказано что семена наверно все-таки лысенко одно из его изобретений а когда похоронили лысенко похоронили все что с ним связано то есть столько очень важного после вечериного стенка пропала то есть и динамизация пропала потому что нельзя заниматься опять надо мечерина словословить а зачем пусть спокойно зато можно ничего не делать не надо не прививать попробуйте специалисты много умеете привать и вот получается следующее кажется трофим лысенко а это очень важно сказал зерна надо подвергать солнечному излучению зерна но для меня это тоже зерна и тогда у них схожесть повышается максимально ну что попробуем прошлом году я впервые это делал в прошлом году я жаловался вам птицы съели все до единого косточки персика о это косточки черешни и шелковицы ничего не дали даже попробовать висней было мало черешни было мало жрали все подряд а потом мне рассказывали птицы пьяные падали прямо на дорогу пьяные и такое бывает что с ними случилось и вот смотрите я почему-то принял на веру я никогда не ну а как я мог проверить это же длительный процесс сейчас следующая у меня же еще это не все деревья поспели преснято все деревья поспели но в разное время и я еще не все собрал и получается что я еще до собираю это же их солнцем мне нет возможности попробовать часть без солнца например дома сушить а часть солнцем и сравнить почему я из них ничего не выращиваю нет ни сил ни здоровья попадут к вам вот эти солнечные да вы скажете всхожность у них максимальная минимальная или никакая будете проводить эксперимент будете участвовать и за свой счет косточка черешки 30 рублей дайте мне выжить прошу вас не обижаться высота деревьев вот черешки очередная вот этот человек да вы поможете он стоит на стриме все все это нам не доступно